Приветствую тебя путник! Сегодняшняя история называется «Слишком много, слишком мало». Это история по видеоигре Mafia The City of Lost Heaven. Я думаю, вы все знаете эту прекрасную игру, тем более недавно анонсировали её ремейк. Автор истории – Ген Ли. Когда-то я был фанатом первой мафии. Это одна из первых серьёзных игр, которую я прошёл. На меня ребёнка она оказала просто невероятное влияние. И до сих пор я помню, как запустив игру первый раз, я расплакался, услышав музыку в главном меню. Так она меня поразила. Времени прошло уже до жути, но первая мафия осталась одной из моих любимых игр. И пусть сейчас Дэниел Вавра, её главный дизайнер и сценарист, известен уже по другому своему проекту, но для меня он всегда будет оставаться тем чуваком, который сделал мафию. Само собой, сейчас мне уже за 30, и мой фанатский пыл уже поутих. Да и в игры я почти не играю. Работа, весь этот бытовой головняк. Но на фанатских форумах я посиживаю до сих пор, ведь там прошла огромная часть моего детства. Хотя новых тем создаётся мало, ведь игра уже старая. В основном люди заходят туда пообщаться просто так. И вот недавно, снова зайдя на любимый форум, я удивился, увидев новую тему, созданную в разделе для обсуждения самой игры. Какой-то парень с ником Carleone4345, да-да, никакой фантазии, задавался вопросом, как ему открыть разделы слишком много и слишком мало в его версии игры. Конечно же, все восприняли это как какой-то странный рофл. Времена, когда можно было разводить народ россказнями о мотоцикле, который откроется, если три раза присесть в баре Сальери, а потом за минуту доехать до бара Морелла и обижать его кругом два раза, или о Читкоди на лодку, давно уже прошли. Но Carleone4345 упорствовал, говорил, что мы просто ничего не знаем, и в мафии есть эти два загадочных режима, слишком много и слишком мало. Но в конце концов в тему пришел модератор и выдал ему тайм-аут на сутки. Казалось бы, тем все и кончилось, но уже на следующий день я очень удивился, увидев в теме Carleone4345 новое сообщение. Чувак снова задал вопрос про слишком много и слишком мало, прикрепив к своему посту скрин с ответом Дэниела Вавры в твиттере. В ответ на вопрос о том, как открыть эти режимы, Вавры ответил, «Лол, я не думал, что эти версии игры у кого-то есть, мы отказались от этой идеи, и партия дисков никуда не ушла, откуда у вас этот диск?» И хотя казалось, что это очевидный фейк, но нет, это сообщение действительно было в твиттере Вавры. Где-то тут народ уже перестал издеваться над новеньким, и дальше больше. Ведь тот выложил скрины с главным меню игры, где, ко всему прочему, прямо под большой прогулкой располагались две серых неактивных надписи «Слишком много и слишком мало». И хотя это всё ещё напоминало фейк, но тут уже достоверность скриншота подтвердил один из «Завсегдата» форума, задавший вопрос лично Вавре. «Все мы знали, что мафию релизнули, не доделав очень многое из задуманного, но никто не знал, насколько многое из игры пришлось вырезать, в том числе два этих режима – «Слишком много и слишком мало». По словам Вавры, эти два режима более полно раскрывали тему концовки. Все мы помним слова про «Главное – это баланс». «Если ты хочешь слишком много, рискуешь всё потерять, но если хочешь слишком мало, не получишь ничего». Показывая альтернативное развитие сюжета игры в те моменты, когда Томми захотел бы от своей жизни слишком много или слишком мало. Но из-за проблем с оптимизацией, и тем, что выглядело это откровенно несуразно, от данной идеи отказались, хотя пробную партию дисков с версией игры, содержавшей два этих режима, всё-таки выпустили. «Но как их открыть?» Вавра не ответил. «Тема просто взорвалась. Ещё бы. Оказывается, в нашей любимой игре есть что-то потаённое и неизведанное. То, что может нас удивить. Конечно, мы сразу же попросили Корлеоне 43-45 сделать виртуальный образ своего диска и выложить его на форум. Меня натуральным образом лихорадило, пока игра скачивалась. Я поставил её устанавливаться и ушёл на работу. И тот день мне казался гораздо более долгим, чем всегда. Ведь дома меня ждала любимая игра, которую мне предстояло узнать заново. Я влетел домой, разделся, запил чаем пару бутербродов и сразу же уселся за компьютер. Вот оно. Корлеоне 43-45 не обманул. И в самом деле два режима. Слишком много и слишком мало. Неактивные. Я решил попробовать скопировать имеющиеся у меня набор сейвов с пройденной обычной мафией. Но, разумеется, это не помогло. Проходить пришлось по-честному. Конечно, для опытного игрока пробежать мафию, используя стратегии спидранов, не составляет особого труда. Даже несмотря на то, что та знаменитая гонка в этой версии была на максимальном уровне сложности. Сразу видно, версия оказалась непропатчиной. Мне понадобилось для прохождения всего часа три. А вот Сэм снова падает на пол галереи и его кровь капает на деньги. Вот Томас Анджело снова получает заряд дроби и злупара и говорит о том, что в жизни важен баланс. Но два загадочных режима всё ещё оставались неактивными. Я аккуратно прошёл на кухню за чашкой чая и вернулся назад. Что ещё можно было сделать? Основная игра пройдена. А может быть нужно открыть все прототипные машины? Это тоже оказалось делом несложным. Но нет, даже после этого два режима остались неактивными. Я уже успел зайти на форум, но никто не продвинулся дальше, чем я. Сам Вавра, которого засыпали вопросами по теме, хранил молчание, не отвечая никому. А Корлеоны 43-45 так вообще куда-то пропал. Время приближалось к полуночи. При открытое окно мягко светила луна. Я запускал то одну, то другую миссию, пытаясь найти хоть что-то, что натолкнёт меня на нужные мысли. А может быть попробовать чит с дверями в обучении и большой прогулке? Нет, не помогло. Но где-то тут меня осенило. Слишком много и слишком мало, конечно же! Если слишком много это что-то связанное с жизнью бандита, то слишком мало соответственно наоборот. И я сразу же открыл самую первую миссию, в которой Томас увозит двух бандитов от преследующей их машины. В самой миссии не было ничего особенного, и задание «Бегущий человек» осталось точно таким же. Но по его окончанию, вместо секвенции, где нужно было убегать в барс-альере, я увидел лишь стандартную плашку окончания миссии и выхода в главное меню. Вот оно. Моё сердце забилось. Я вышел в меню и увидел, что да, режим слишком мало стал доступен. Как же я волновался, запуская его. То, что это что-то недоделанное, стало видно сразу. Не было какого-то особенного экрана загрузки, не было даже названия режима, игра просто началась. Томми в своей стандартной одежде таксиста стоял перед своей таксистской же машиной. Стоило сесть в неё, и на карте сразу же появился крестик, обозначающий пассажира. Я подобрал его, появился крест, указывающий, куда нужно было его доставить. И так раз за разом. Не было ничего особенного, лишь только эта монотонная доставка пассажиров. В конце концов, это меня достало, и я вышел в меню. Меня это улыбнуло. В самом деле, если бы Томми хотел от жизни слишком мало, то так всю жизнь и проработал бы таксистом. Узнаю Вавру. Идея действительно была остроумной, но, видимо, ничего, кроме такой простой реализации, выдумать он не смог или не успел реализовать. Я принялся раздумывать над слишком много. Зацепка у меня была. Если слишком мало – жизнь мирного человека, то слишком много – жизнь бандита. Очевидно, открываться эти режимы должны там, где у главного героя и произошёл момент выбора. Переломный момент. Но где же главный герой отказывался от жизни полноценного бандита? Тут же просто так угадать было невозможно. И я решил попросту пройти игру заново. Конечно, если бы нужная мне миссия оказалась в конце, это бы меня расстроило. Но времени у меня была вся ночь. Впереди выходной, так что я мог себе это позволить. Мне не понадобилось играть слишком долго. Пройдя миссию «Проститутка», я увидел уже знакомую мне кат-сцену, в которой Томми находит девушку, которую ему нужно убить, и понимает, что это подруга Сары, его будущей жены. Я ожидал, что всё пойдёт так, как обычно. Мягко-сердечный Томми отпустит подругу Сары, и миссия продолжится. Но нет. Кат-сцена была совсем другой. Персонажи в ней двигались странно, будто их анимация сбоила. Их лица же подёргивались. Видимо, из-за недоделанности сцены до конца. Девушка, увидев Томми с пистолетом, сжалась в ванну, а сам Томас подошёл к ней ближе и приставил ствол к её голове. Девушка не успела ничего сказать. Томми выстрелил. И звук этот, единственный имеющийся в этом ролике, заставил меня вздрогнуть. Так вот оно. Вот он, тот перелом, который изменил бы главного героя. Дальше мне не понадобилось даже завершать миссию до конца, потому что появилось окно выхода в главное меню. И, конечно же, режим слишком много оказался открыт. Снова экран загрузки без надписей и картинок. Снова начало задания. Томми в баре, но не в баре с Альери. Возле него столик с кучей бутылок и пустых стаканов. Рядом с ним женщина, которая машет руками и, очевидно, кричит, но озвучивания криков нет. Кто эта женщина? Сара? Чего от меня хотят? Я походил по абсолютно пустому бару, туда и сюда, но выйти из него не смог. Так что мне оставалось лишь одно. Я ударил эту женщину, и та упала замертво от одного удара. Возле ее головы медленно расплылась лужа крови. Томми посмотрел на женщину, присел возле нее, а после, поднявшись, подошел к столу и протянул руку к бутылке. Началась загрузка. Казалось бы, в этом не было ничего особенного, но то, что все это происходило в полнейшей тишине, озвученными оказались лишь звуки ударов и падения женского тела. Меня не сказать, чтобы напугало. Очень... Очень удивило. После убийства женщины, Томми начал пить, Сара пришла за ним, а он ее избил. Перелом вполне в духе Вавры. Если персонаж пришел к этому уже так скоро, то что же будет дальше? Миссия загрузилась. Я сразу узнал локацию. Аэропорт, в котором мы пытаемся добраться до Фрэнка, кансильери Дона Сальери, переметнувшегося на сторону полиции. В оригинале догнав его, мы просто забираем все нужные документы и отпускаем Фрэнка с миром. Но здесь же, зачистив локацию, я опешил, увидев в очень корявой кат-сцене, как Томми приводит к Фрэнку его жену и ребенка, держа их на мушке. Персонажи говорили и активно жестикулировали, но не было ни озвучки, ни даже субтитров. Мне же, впрочем, и так хватало, чтобы все понять. Очевидно, Томми спрашивал у Фрэнка, где документы, а тот просил пощадить его жену и детей. Судя по его виду, Томми был непреклонен. Фрэнк повесил голову. Томми кивнул и улыбнулся, что с этой странной, поломанной корявой анимацией выглядело как оскал. Развучали выстрелы. Единственное, что имело озвучку в этом режиме. Жена и дочь Фрэнка упали на землю, изрешеченные пулями. Фрэнк, прикованных к столбу наручниками, задергался. Но Томми все так же ухмыляясь, палив трупы его жены и ребенка не останавливались. А после, достав из-под полы пиджака пистолет, прикончил Фрэнка. Черный экран. Загрузка. Ого, я утер пот со лба. Вот это да. Я, конечно, ожидал чего-то такого, особенно после предыдущей секвенции с Арой, но чтобы настолько, Атоми-то превратился в палача. Конечно, он и в обычном сюжетном режиме выкашивает сотни врагов за раз, но там это можно понять. Здесь же, что-то совсем уже невероятное. И это оказалось еще не все. Потому что, когда загрузка закончилась, я увидел Томми стоящим в темном подвале. Томми выглядел иначе, чем обычно. В его шевелюре прибавилось седых волос. Одет он был в белый плащ. Кроме всего прочего, в руках он держал окровавленную биту. На коленях перед Томми, избитые, стояли два его лучших друга-мафиози, Поли и Сэм. Без верхней одежды, полуголые, в одних только рубашках, они корчились перед ним. А Томми, просто держа в руках свою биту, что-то говорил. Его лицо двигалось. Ну что? Все правильно. Миссию было не пройти, не избив своих друзей до смерти. За что Томас убил их? По приказу Сальери это очевидно. Но за какой проступок? В этой миссии звуков было гораздо больше, чем в остальных. Причем звуки были такие, которые совершенно не встречались в оригинальном сюжете. Это оказалось невероятно тяжело. Да, я знал, что Сэм должен был убить Тома, но в его случае это было бы равное противостояние. Здесь же он валялся уже избитый и обессиленный. Что же до поля? Его-то за что? А у меня по спине пробежали мурашки, когда я понял, что от меня требуется. Нет, нет, нет. Я исходил весь этот подвальчик, тыкнулся в каждый угол и минуты две долбил кнопку использовать возле двери, пытаясь выйти. Это оказалось невозможно. Видимо, здесь игроку выбор не давался. С чувством огромной жалости, буквально через силу, я зажал кнопку удара, замахиваясь битой, и подошел к Сэму. Треск ломающихся костей, какой-то тошнотворный хруст, тяжелое дыхание, мычание и хныканье. Все звучало как-то серо и тускло, но именно так, как оно могло бы звучать в реальности. В конце Томми, став над уже недвижимыми, Поли и Сэмом, с особой жестокостью пробил черепа каждому из них битой. От чавкающего звука и странного хрипа меня чуть не вырвало. А дальше было лишь больше. Миссия за миссией, задание за заданием, Томми убивал и убивал. И с каждым разом все больше становилось этих ужасно реалистичных звуков. К определенному моменту, сами задания, оказалось, перестали иметь какой-то смысл. Если раньше сюжет каждой подобной истории можно было проследить, то теперь Томми убивал ради того, чтобы убивать. И каждый раз звук, хрипы, стоны. И я знал, я точно знал, что эта озвучка не используется в основной игре. Откуда же она тут? Уже совсем старый, обрюзший Томаса Анджела скрывался от полицейской погони. Здесь создавалось впечатление, что миссия особенно не доделана, потому что происходила она в загородной зоне, а все модели машин, и полицейские, и машина Томаса, были заменены на болт ровер, красный масл кар. Видимо, планировал оставить модель автомобиля из 60-х годов. Так или иначе, доехав до мотеля Кларка, Томас Анджела покинул машину. Тут стало видно, что он в одной рубашке, в семейных трусах и туфлях, с револьвером в руке. Томас ворвался в мотель, почему-то пустой, и схватил девочку, оказавшуюся там. Он прижал к ее виску ствол, в отель вошли полицейские. Они наставили пистолеты на Томаса. Тот осмотрелся. Лицо его, страшно искаженное, было, похоже, не смоделировано. Кто-то просто подставил фотографию реального человека вместо лица. Из-за этого оказалось, что Томас смотрит затравленно, особенно злобно. Полицейские затрясли пистолетами. Томас посмотрел в одну сторону, потом в другую. А после выстрелил в девочку и поднес пистолет к виску, но полицейские кинулись на него и подмяли под себя. Все это можно было бы списать на своеобразную подачу, на попытке шокировать игрока ужасами реальной жизни бандита, если бы не то, что было дальше. Я подпрыгнул на месте от множества звуков, взорвавших мои наушники. Вместо обычной катсцены на экране проигрывалось видео. Какая-то архивная съемка. Человек на сторонном стуле, опутанный проводами, с каким-то железным устройством на голове. Несколько полицейских. У меня похолодело внутри. Я догадался, что случится. Один из полицейских дернул рычаг на стене. Свет в кадре моргнул. Человек на стуле, удивительно похожий на Томми Анжелла из последнего задания, старый и неухоженный, глухо замучал, задергался. Я смотрел и не мог отвести взгляда. Человек на стуле рвался из стороны в сторону, связанный ремнями. Его штаны промокли, а тело пошел кверху пар. Полицейский опустил рычаг вниз, но тут же прозвучал суровый окрик, и тому снова пришлось включить электричество. Человек на стуле задергался и замучал еще сильнее. Кожа под теми местами, где к ней примыкали электроды, начала трескаться и обугливаться. Экран погас, и началась новая загрузка. Будет что-то еще? Мои пальцы сами нащупали альтов 4 на клавиатуре. Я отключил игру и долго приходил в себя. Что это было вообще? К чему это все? Я понимал желание Вавры показать всю неприглядную изнанку бандитской жизни, но... Настолько? Конечно, мне захотелось обсудить это все, и я сразу зашел на форум. Но тема, созданная Корлеоне 43-45, уже была удалена по жалобе правообладателя. Сам же пользователь был забанен по этой же причине. Возможно, стоило бы попытаться найти этого человека, но тогда меня интересовало другое. Я создал тему, где рассказал обо всем, что увидел, так подробно, как только мог. Но вот только мало кто мне поверил. Странно, ведь они тоже скачивали игру, но, как оказалось, никто не смог активировать два этих загадочных режима вплоть до удаления темы, и в конце концов их сочли просто-напросто нерабочими, не вырезанными из финальной версии игры кусками главного меню. Мне было откровенно неуютно возвращаться в игру, но я захотел показать людям, что они неправы. Их, конечно, зайти в игру не удалось. Ведь если бы мне удалось, я бы это все не писал, так ведь? Каждый раз, как я запускал эту странную версию мафии, игра вылетала еще на этапе загрузки главного меню. Переустановка с образа не давала ничего, и в дальнейшем, даже пытаясь установить игру на другой компьютер, я сталкивался с тем же самым. Так что же это было-то? С момента этих событий прошел не один год. Даже Вавра уже успел доделать свой Kingdom Come Deliverance, о котором в то время хорошо, если только пара статей в игровых журналах была. И теперь, как я уже говорил, людям он известен далеко не по первой мафии. Да блин, даже те записи в его твиттере уже давно были удалены. Даже мне самому порой кажется, что все это плод моего воображения. Или просто сон. Ведь кому иногда не снятся любимые игры? Но потом я захожу на хард, оставшийся от старого компьютера, и вижу там этот скачанный давным-давно образ. Перекидываю его к себе, устанавливаю свою когда-то любимую игру, и прохожу ее опять. Вот только два загадочных пункта в меню слишком много и слишком мало так и остаются неактивными. Пожалуй, меня это все-таки радует. Но порой я ловлю себя на том, что мне хочется снова перепройти тот второй пункт. Слишком много. Ведь после того, как Томаса Анжела казнили на электрическом стуле, должно было загрузиться что-то еще. Что же? Его похороны? Или может что-то другое? Вряд ли бы бандит попал в рай. Значит, ад? Или что-то более страшное? Это меня пугает. Но узнать с каждым разом хочется все сильнее. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, история вам понравилась. Выражаю благодарность автору за данную историю. Она мне прям запала в душу и захотела снова перепройти мафию. Но я дождусь ремейка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присылайте свои истории и обязательно еще увидимся. Игорь Негода. Спасибо. Продолжение следует...